В администрации Люберц прошло заседание Совета депутатов. На встрече народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. Подробности в сюжете моих коллег. На заседании присутствует 22 депутата из 32. В повестке 10 вопросов. Первый о присвоении имени Максима Фомина, военкора, известного под псевдонимом Владлен Татарский, улицы на территории городского округа Люберцы. Настоящий проект решения подготовлен на основании обращения активной группы жителей городского округа Люберцы, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, добровольцев, участников специальной военной операции. Максим известный блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона «Восток». Он родился в Макеевке и большую часть своей жизни прожил на Донбассе. С 2014 года боролся за освобождение Родины. С 2019 года автор телеграм-канала, освещающего деятельность российских добровольцев. С 2017 года Максим постоянно проживал в Люберцах. Народные избранники приняли за основу проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа за 2022 год и назначении публичных слушаний. Основные показатели бюджета 2022 года составили по доходам 13 млрд 615 млн рублей или 96,2% к утвержденному объему доходов. По расходам это 14 млрд 256 млн рублей или 94,2% к утвержденному бюджетному осигнованию. Расходы осуществлялись согласно 17 утвержденных муниципальных программ на сумму 13 млрд 943 млн рублей. По непрограммным расходам 292 млн рублей. На заседании депутаты утвердили структуры администрации городского округа Люберца, а также поддержали внесение изменений в положение об управлении образованием. В конце встречи народные избранники рассмотрели ряд имущественных вопросов. Среди них освобождение участников СВО от оплаты арендных платежей за земельные участки. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.